У нас была уже продумана, например, стадион имени Николаева, Олег, помнишь, да, там фасадная часть, как это называется? Там фасадная часть, да? Да, роспись, обычная роспись, но именно стилистика росписи привязана именно вот, так скажем, к этому странному архитектурному сооружению, то есть это задняя, как это называется, задняя площадка трибуны. Да, вот, то есть я делала проект, и именно чтобы роспись не ломала вот эту, так скажем, мертвую прямую стену, а просто, ну, как-то вот жила в гармонии именно вот с конструкцией. Вот, также, там, не знаю, сколько у нас проектов было, допустим, по улице Винокурова, три дома идут, пустые стены абсолютно, панельные дома, тоже, как Миша правильно сказал, коробки, вот, и у меня, допустим, я перед собой ставила задачу, как эту коробку обыграть, чтобы она визуально не сломалась, пусть это будет коробка, пусть это стиль, там, ну, такой странный, вот, но роспись, она не была чуждой этой конструкции, то есть, допустим, я выступаю именно за, как эстетическую сторону, связь должна быть цвета, росписи с архитектурой, поэтому вот, господин архитектор, он абсолютно прав, потому что именно связь должна быть, то, что вы показали, вот эти все какие-то резиновые, эти, шины, все это, понимаете, это весело, это интересно, когда ты едешь по трассе через какой-нибудь малюсенький городок и смотришь резиновый лебедь вырезанный, там, с шином, ну, ладно, люди как-то там забавляют, у нас город, и я считаю, что мне нужно из города делать поселок городского типа, то есть, должно быть максимально все эстетично, то есть, если вы хотите сделать какое-то, это вот страшное слово, арт-объект, то он должен быть привязан именно к архитектуре, он должен быть определенной высоты, чтобы эта высота абсолютно гармонировала, допустим, с шириной тротуара, с шириной улицы, сейчас все немножко как-то вот куца получается, допустим, вот там вот гильза, которая стоит на пересечении, я когда ее увидела, ну, так скажем, я была немножко в шоке, то есть, ну, хорошо, гильза, она может быть, но элементарная высота здания, вот эта вот, где она находится, да, высота, и высота этой гильзы, ну, хотя бы по стаменту повыше, хотя бы как-то, да, по массам абсолютно все разваливается, хотя бы нужно было тогда на стенах вот этих домов, как бы продолжить вот эту вот композицию, там, будь она там кованая какая-то, да, или там это чеканка, ну, пусть кованая чеканка это долго, вот, то есть, ну, это все можно обыграть, я не понимаю, почему у нас вечно все вкапывают в землю, какие-то торчки, извиняюсь, вот эти все вот, то есть, ну, я не знаю, нет понимания, что вот раньше, допустим, строили здание именно исходя из ширины улицы, вот какой выше на улице, да, там определенная высота должна быть здание, ну, не одинаково, но там есть какие-то вот эти пропорции, я не могу сказать какие-то, вот, поэтому, ну, о чем мы можем говорить, просто солнечные батареи, у нас тоже все это прорабатывалось, мы все, абсолютно вот это все было уже говоримо.